Отсканировать QR-код, ответить на несколько вопросов и тем самым внести свой вклад в благоустройство родного города. Анкетирование лицеистов проводят студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Этот опрос – один из этапов работы над проектами благоустройства ряда общественных пространств в Заречном. Наш город стал стажировочной площадкой для будущих архитекторов, проектировщиков, инженеров-строителей. Это же очень важно, когда ты учишься, надо проходить стажировку, надо пробовать свои знания уже на настоящей практике. Ну и плюс к тому же очень приятно, что можно как-то, во-первых, помочь области, городу, а во-вторых, приятно, что твой проект реализуется. Студентам поручено разработать концепции благоустройства четырех территорий. Сквера имени Димакова, площадки у дома 42 по проспекту Мира, территории между школой 225 и рынком Горошек, зона отдыха Солнечная. В рамках проекта формирования комфортной городской среды эти общественные пространства должны обрести новый облик до 2024 года. Разработчики начали с изучения местности. Это огромный простор, мы не ожидали, что они будут таким большим. Нам рассказывали про внутридворовые территории, и у нас в Пензе они значительно меньше, а здесь прям грандиозные размером со скверы. Очень чистый город у вас, в сравнении с Пензе прям ощущается контраст. И территория, в принципе, я всегда любил сосновый лес, как-то мне вот он всегда ближе к сердцу был. И прям, ну, понравились территории, что сказать. Как сказала Оксана, большой простор для творчества. Следующий этап – опрос горожан. Ребята проводят онлайн-анкетирование, общаются с местными жителями, посещают близлежащие учебные заведения. Мы расспрашиваем людей, что они хотят получить на этой территории, даем им возможность выбора. Там есть несколько вариантов ответа того, что они хотят, и дополнительное поле, чтобы они вписали свою идею. По итогам работы уже сделаны первые выводы и появились первые идеи. Большинство из территорий сейчас имеют транзитный характер. Мы бы хотели добавить в них какие-то функции, чтобы люди в них задерживались, проводили больше времени, и эти территории жили как-то. Чтобы люди хотели там оставаться подольше, проводить свое время не дома где-то, за компьютером или за телевизором, а именно на свежем воздухе. Свои предложения по концепции благоустройства общественных территорий стажеры оформят в проекты. Последнее слово будет за горожанами. Зареченцы примут участие в рейтинговом голосовании, в ходе которого определится общественное пространство, которое будет благоустроено в первую очередь. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».